Здравствуйте, с вами Руслан Шевченко, политический аналитик, доктор истории. И сегодня мы поговорим с вами о истории кандидатства Молдовы в Евросоюз, статус, который был обещан Европарламентом Молдова в ближайшие годы. Это достаточно актуальная тема, потому что молдавские власти и само население высказывают большие надежды на сближение с Евросоюзом и перспективами его вступления, по крайней мере в ближайшие десятилетия-два. Как известно, уже в декабре 1991 года, через несколько месяцев после провозглашения независимости, молдавским властям руководство Евросоюза обещало перспективу вступления в Евросоюз в случае, если Молдова будет выполнять все обязательства, которые требуют вступления в Евросоюз, если будут выполнены все требования, если будут подписаны все документы. Такое обещание прозвучало еще, повторим, в декабре 1991 года, когда молдавские власти впервые участвовали на международных форумах, организуемых Евросоюзом. С тех пор, в течение нескольких лет, осуществлялось постепенное сближение с Евросоюзом и уже 28 ноября 1994 года состоялось подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве Молдовы с Евросоюзом. Оно вступило в силу еще через несколько лет, 1 июля 1998 года. Заключалось оно на 10 лет и включало в себя широкие возможности Молдовы в политической, экономической, торговой, социальной, культурной, научной деятельности. Именно тогда Молдова получила доступ к колоссальным ресурсам Евросоюза во всех этих областях и начала оказываться полномасштабная европейская помощь нашей стране в этих областях. Следующим этапом, как ни странно, оказалось заявление Воронина, сделанное 14 ноября 2002 года. Именно Воронин, а не западные, прозападные на первый взгляд власти, заявили о том, что отныне курс внешней политики Молдова будет ориентирован не на Россию, не на создававшийся тогда Еврозес, а будет взят курс на Европу и на евроинтеграцию. Эта дата, примечательная для истории внешней политики Молдовы, 14 ноября 2002 года. Именно отсюда, по существу, берет начало настоящий разворот внешней политики Молдовы на запад. Именно тогда появляется управление по евроинтеграции, которое затем входит в МИД Молдовы и так далее. Затем, спустя несколько лет, в 2005 году в Молдове создается представительство Евросоюза. В Молдове первым главой его стал венгр Адриан Якубовец-Ди Сегет. И затем, спустя несколько месяцев, в октябре того же 2005 года, было создано представительство Еврокомиссии, то есть Европравительство во главе с Чезаро де Монтесом. Следующим этапом можно назвать, предложенную европейскими властями, либерализацию визового режима. Эта либерализация предполагала первоначальное получение плана действий по либерализации 24 января 2011 года. И затем, поскольку этот план в течение трех лет молдавскими властями был более-менее выполнен, Евросоюз организовал отмену визового режима 28 апреля 2014 года. О его последствиях мы скажем чуть позже. Таким образом, был сделан кардинальный важный шаг для того, чтобы переориентировать нашу экономику на западные рельсы. Следующим этапом стало парафирование соглашения Молдовы об ассоциации с Евросоюзом. Оно состоялось 28 ноября 2013 года. Затем, спустя несколько месяцев, 27 июня 2014 года, состоялось подписание соглашения об ассоциации. И таким образом, не только экономика, но и внешняя политика Молдовы оказались уже прочно связаны с Евросоюзом. Соглашение официально вступило в силу 1 июля 2016 года, когда уже оно стало по существу просто закреплением существовавшего, уже действовавшего тогда соглашения. Результатом этого соглашения стала переориентация внешней торговли и гастарбайтеров. Если до 2014 года в России постоянно прибывали 400-500, по другим данным, даже до 700-800 тысяч гастарбайтеров, сейчас там осталось 250-300 тысяч с перспективой к дальнейшему снижению. Изменилось и направление внешней торговли. Если до 2014 года 50-65% по ряду отраслей молдавской экономики были ориентированы на Россию, сейчас из этого огромного объема продукции на Россию ориентировано всего 15%. Таковы результаты всего 8 лет соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Таким образом переориентация налицо. Сейчас из всего соглашения со странами СНГ, из всех 15%, собственно на Россию приходится всего 9%. Так что теперь можно сказать, что молдавская экономика очень мало уже зависит от России и будет, видимо, влияние России в экономике Молдовы снижаться все больше. Следующим важнейшим этапом в сближении Молдовы с Евросоюзом стала война с Украиной. Молдавские власти воспользовались ситуацией, вполне справедливо, надо признать, и 4 марта этого года подали заявку на членство Евросоюза. Получив заявку и изучив ее, представители Евросоюза передали молдавским властям так называемый опросный лист 11 апреля этого года, который молдавские власти поспешили как можно скорее заполнить. Надо сказать, что европейцы отнеслись к информации, полученной в опросном листе, весьма положительно, и результатом стало голосование Европарламентом 5 мая 2022 года резолюции с призывом дать Молдове статус кандидата в Евросоюз. Это стало важнейшим для нас на этом этапе результатом, успехом сотрудничества Молдовы с Евросоюзом. Если так пойдет дальше, если молдавские власти сумеют и в дальнейшем сохранять поддержку Евросоюза, то, возможно, мы действительно в ближайшие месяцы или год-два получим статус кандидата в Евросоюз. Ну а далее, если, естественно, тоже будем следовать обещанным Евросоюзу планам, в таком случае можем, по крайней мере, до начала 30-х годов, значительно быстрее, чем предполагалось раньше, получить статус и действительного члена его. Все зависит только от нас. Подписывайтесь на мой канал и напишите, что вы обо всем этом думаете.